Я бы не сказал, что очень много людей в заведениях. Где они? У нас город почти миллион. Ну, если говорить конкретно про наши рестораны, то у нас сейчас не сезон туристический, то есть мы находимся в туристической зоне. Но и плюс все здесь, кто сейчас находится, это те люди, у которых есть QR-коды. И это прямо их так мало? Их прямо мало, да. Причем это все туристы. А все наши люди с QR-кодами, они сидят дома, жарятся шутки на даче? Большой вопрос. Возможно, да, они воспользовались возможностью, да, ушли в подполье. Подполье? Ну, это странно. Ну, как? Как так? Столько много людей, не то чтобы, не такой уж прямо, они все бедные, не могут позволить себе бизнес-ланч. У нас, мне кажется, вообще-то такой город, вроде как будто и ресторанов много, но тех, кто ходит по ресторанам постоянно, то есть для них это часть их жизни, часть их культуры, но таких, наверное, процентов 10, это одни и те же. Город все-таки у нас как остается маленьким провинциальным городом. То есть это как 85-й год? Ну да, потому что, ну, кто у нас основные люди, которые зарабатывают деньги? Кто ходит в рейсы? Это военные. Это, опять же, люди из сферы услуг различных, да, это такси. Ну, и про бюджетников мы не говорим, их здесь достаточно много, но это точно не целевая аудитория ресторанная, да, это максимум, может быть, это доставка. И еще, опять же, у нас очень сильно развит бизнес доставки, причем он настолько перенасыщен, настолько перегрет, что он, ну, забирает вообще все, как бы все сливки, тем более в режиме, в режиме ограничений, это срабатывает очень четко, потому что, ну, у нас, в наших людях ходить в рестораны, это не первая необходимость далеко. Наши люди в рестораны не ходят. Это праздник, это, как бы, это событийность, это какие-то истории точно не ежедневного такого режима. И, тем не менее, вы открыли ресторан формата, в котором нету-нету ни цыган, ни медведей. Мы просто это прошли уже. И даже коробки бара нету, даже здесь, где микрофон, где я смогу пропеть песню про воркуту или про что-нибудь, катерок. Просто мы уже это прошли все. Прошли? Как это было? Мы начинали, да. Это было хорошо, весело, поскольку, ну, мы рестораторы, которые, это были наши первые проекты в жизни, мы занимались вообще другими совершенно вещами, другим бизнесом, и для нас это было первым опытом. Поэтому мы прошли все стадии открытия, да, то есть мы прокололись там с кухни, но зато мы заполнили этот вакуум интертейментом таким серьезным, там, да. Мы устраивали здесь выставки, показы, приглашали художников. Постоянно были там джем-сейшены, джазовые концерты. Не, ну вы немножко в другую сферу пошли. Вот, ну, то есть мы таким заполнили это арт составляющим. Эти посетители, они приходили, слушали музыку, уходили. Слушайте, ну, по-разному, почему нет? Ну, мы на этом, собственно говоря, первые там пару лет мы очень хорошо выживали. Особенно в зимнее время, когда нет туристического потока. Вот это и ядро, да, такое было. То есть, да, было такое составляющее, исключительно построенное на развлечении, да, да. И были и кальяны, как они у всех тут были, как бы мы тут и кальяны тут делали. Ну, собственно, всех. Разносторонний такой. Да, то есть это было, как бы, и все, и как будто ничего. Но, как бы, основа концепции была, это такой вот арт, арт такой. И что с ней случилось? Она умерла? Мы переросли это, ну, как бы мы в какой-то момент мы сделали ребрендинг. Мы поняли, что это уже не так работает, не так привлекает гостей. Ну, и опять же, это очень черпает твой внутренний жизненный ресурс, на самом деле, очень сильно, да. Да, ты постоянно должен быть таким огоньком, зажигалкой, как бы, ты должен все время в этом участвовать постоянно. И это, мы просто немножко сами от этого устали, возможно, устали немножко от этого наши гости. Мы поняли, что хотим немножко двигаться, ну, в сторону все-таки гастрономии, потому что мы все-таки ресторан, а не там, не кабаре, да. Ну, то есть вы прожили жизнь в среднем обычного клуба столичного, который, на самом деле, всегда закрывается. Или продаются, ну, так делают опытные и серьезные предприниматели, мы к таким не относимся, мы, все у нас интуитивно, по наитию, и совершенно было, происходило не по научному. Это сейчас мы доросли до каких-то, до научного подхода, мы очень много учились, и наш опыт, конечно, тоже сыграл свою роль. Но вот в начале это все было вот исключительно такой интуитивный подход ко всему, то, что нам нравится в первую очередь, а то, от чего мы в первую очередь кайфовали. Поскольку мы непосредственно вот с моим партнером Матильдой люди искусства, мы гуманитарии, мы любим все, что связано с искусством, поэтому мы к себе это все и притягивали. И на этом делали то, в чем мы разбираемся, то, что мы любим, и в первую очередь мы это к себе и притягивали. И на этом, собственно говоря, бизнес наш и жил, да, вот на таком вот искрометном, сумасшедшем ритме движения. А когда это произошло? Когда вы отказались от концепции клуба, так, по большому счету? Ну, скажем так, это был не клуб, это все было такое арт-кафе, скажем так. Ну, понятно, арт-кафе, да. Арт-кафе, если так вот. Или арт-бар там, не знаю. Но прошло, наверное, года три, то есть мы в 2013 году открылись, плюс, по-моему, это было в 2015 году. В 2015 или 2016 мы сделали такой серьезный ребрендинг, то есть мы ушли в сторону взрослых семейных людей. А это платежспособная сама аудитория в городе? Ну, наверное, да. Ну, плюс, то есть я не беру сейчас там туристические, хотя и туристы то же самое, то есть они нас любят вот за это вот такую нашу стабильность, за нашу... Мы сами выросли, да, то есть мы сами выросли, наши гости выросли, и мы вот переделали нашу концепцию под тех гостей, которые мы хотели бы здесь видеть. Ну, видите, вы как бы, вот ваша трансформация, она каким-то образом совпала с масштабным уходом из города вообще остатков. Не то, что было много франшиз, но в принципе. То есть, да, ну, таких общепитовских, когда мы говорим про туристов, ну, вся логика, и я помню учился на этом, когда бизнесу туристы любят франшизы, потому что они знают, что это такое, почему это, они видят это место первое, может быть, последний раз в жизни, ну, или несколько раз. И они видят, ага, знакомая вещь, я поел, ну, не очень вкусно, но зато предсказуемо, завтра могу поехать дальше, а не буду там переживать, что я что-то не то съел. У нас в городе франшиз нету, получается... Ну, это очевидная причина, что у нас санкции, поэтому большие сети сюда и не заходят. Но это плюс вам или минус? Да не знаю, честно говоря, наверное... Знаете как, любые ограничения для бизнеса, они не считают, что они в плюс. То есть, я считаю, что должна быть, должно развиваться эволюционным образом, без каких-то ограничений, да, то есть санкции, это в любом случае ограничения, это сдерживание процесса, это сдерживание прогресса в любом случае. Поэтому, да, конечно, нам приходится в таких вот условиях, там, да, интенсивнее как-то работать и так далее, вот, но живая, здоровая конкуренция, она сильнее влияет на развитие бизнеса, я считаю. То есть, если завтра снимают санкции, предположим, каким-то причинам, здесь появляется море всяких там, ильпатч, я не знаю, Старбаксов, прочих разных Макдональдсов, это вас не пугает? Нет. Почему? Ну, потому что... Вы же будете все время биться за эти 10% или нет? В нашем городе? Да. Слушайте, ну они как придут, так и уйдут, знаете, тут, допустим, если, в любом случае, даже сейчас вот есть примеры, когда сюда, после того, как пришла Россия, да, мы в режиме санкций, сюда заходили, заходил московский бизнес, там, да, именно рестораторский, и у них ничего не получилось. Почему? Ну, потому что незнание спецификой, уверенность в том, что они сделают здесь прям круто и всех тут задвинут, как бы, ни у кого ничего не до сих пор не получилось. Заработают те, кто здесь сюда вошел осторожно, или кто здесь местный, кто здесь жил и работают в основном успешно, это местные предприниматели, потому что они знают все здесь местную, как бы, местную специфику и аудитории, и сезонности, и так далее. И уже, как бы, все просчитано, и процессы просчитаны, и бизнес-схемы просчитаны в том плане, что, как бы, и учитывается эта и сезонность, да, как бы, вот и нету этой такой излишней уверенности в том, что мы сейчас придем, тут и всколыхнем ваше болото, и, как бы, станет у вас круто, и мы принесем вам счастье. Ну, то есть, на этом здесь не сыграешь. Так же и с сетями, понимаете, ну, окей, что здесь может такого суперконкурентного появиться? Старбакс, ну, на фоне тех кофеин прекрасных, которые у нас здесь есть, ну, мне кажется, это тоже, ну, прям, не залог какого-то сверхуспеха, а там, та же Эль Патио, ну, во-первых, Эль Патио у нас здесь до недавнего времени была, и она закрылась, как бы, да, и это, это был не самый успешный здесь проект, хотя работали они на очень хорошем, вместе, да, в Арбокте, вы все знаете, как бы, да, но они всегда стояли пустые, ну, сколько я мимо не проходил, как бы, да, но, и мы сами туда заходили, но, причем, что там, в общем-то, они держали неплохое качество, даже иногда лучше, чем, допустим, ты приезжаешь в Москву и приходишь в московское Эль Патио, и севастопольское выигрывало даже по качеству. Но они закрылись не из-за бизнеса же, а из-за санкций, или как? Да нет, они закрылись уже позже, после того, как Крым вошел, а это же сеть российская, насколько я знаю, поэтому, ну, и что им санкция, они просто закрылись, потому что им невыгодно было работать. Невыгодно, да. И сюда вот зашел, зашла хорошая концепция ресторан-поплавок, и, собственно, вот ребята молодцы, делают черноморскую кухню, там, да, черноморские продукты, это вот то, что нужно. То есть вот эти стартапы, которые мы можем сейчас наблюдать, это не потому, что нет франшиз, то есть открылась такая поляна. Слушайте, ну, я вообще читал, честно говоря, других экспертов, что сейчас самое худшее время для франшиз, они сейчас, наоборот, сходят, ну, переживают не самые лучшие времена, потому что, что такое франшиза, да, это упакованный какой-то продукт, да, очень хорошо там, да, с большой потенциалом. Расчетным, расчетным, все, да, деньги поставить, сколько туалетов, сколько еды. Покупаешь лицензию, вкладываешь деньги и так далее, да, то есть это как будто бы у тебя появляется такая уверенность в том, что все за тебя придумали, и все это сработает, вот, но, во-первых, это, как правило, высокая стоимость, как бы ты, помимо вложений в бизнес, который ты должен вложить в сам ресторан, в саму точку, да, должен еще платить там кому-то роялти, там, да, за все эти лидеры. Концензионная история, и получается, что это сверх, как бы, да, то есть поэтому, ну, на мой взгляд, логика такая, что люди, ну, не хотят лишних денег никому платить, и сейчас работают в первую очередь не какие-то сетевые проекты, а именно авторские, где нацелены конкретно на личность, конкретно на человека, не на сегмент, не на массу, а именно на человека, да, как бы гость для нас, конкретная личность, это бизнес, как бы, как сейчас модно говорить, soul to soul, да, это как раз вот сейчас расчет на это франшиза, это не soul to soul, это как бы, как раз вот конвейер, поток, там, да, это... Ну, если так, вот в терминах, то, что вы работаете на десяти, франшиза теоретически могла бы вытянуть те девяносто, которые сейчас никуда не входят. Ну, опять же, там, да, есть там тот же Макдональдс, да, он, как бы, схема вне конкуренции. То есть, скажем так, я был бы не против, если у нас появился Макдональдс, я по нему очень скучаю, честно, очень люблю, вот. Но он вам не конкурент? Ну, у нас разные, как бы, ну, это фастфуд, у нас авторский ресторан, ну, где мы, как бы, где мы, где они... Это авторский ресторан, то есть, не надо ждать два часа, пока там кто-то где-то на верстеле что-то... А вообще не надо ждать нигде два часа, это как бы... Ну, иногда так получается, что... Гости приходят, чтобы поесть, а не ждать, мы что-то... То есть, современная концепция авторского ресторана, она, с точки зрения времени приготовления, это фастфуд? Это потому что технологии такие? Ну, ну, нет, фастфуд, это сама еда. Ну, я имею в виду, как вот чистый перевод, быстрое приготовление. Быстрое приготовление должно быть, все должно быть, неважно. Это какая концепция? Еда должна быть готовиться очень быстро и технологично. Это уже, как бы, настройка тех процессов, которые делают, там, шеф, директор и так далее, да? То есть, это настройка внутренних процессов. Гость должен прийти, получать удовольствие и впечатление от интерьера, от ароматов, от еды, от всего, да? То есть, от вида, там, из окна, например, да? Но точно не от ожидания. То есть, ожидание еда должна появляться прямо вот мгновенно, в нужное время. А случайно или нет в этом, вот сейчас перечисление признаков современного ресторана, у вас был упущен образ официанта, всепонимающего, но ждущего чаевых человека, которого и, собственно, формирует эту среду. И, скажем так, есть некий, например, Dark Kitchen, условно говоря, который вы не видите, не знаете. Есть некая логистическая система доставки еды и оплаты, счета. То есть, можно ли обойтись без официантов в такой системе? Ну, есть сейчас, сейчас же, вот, в связи с этим коронавирусом, сейчас разные схемы появляются, там, бесконтактные, да? Угу. Такое возможно. Сейчас такие процессы, так настроена автоматизация, что она сейчас настолько далеко улетела, что, ну, реально, можно, да, сделать вроде как бы ресторан, но бесконтактный. Я сторонник того, что ничто не может заменить человеческое общение. Зачем мы, собственно, и ходим тоже в рестораны, да? Это, как говорят знатоки, большие эксперты, да, поесть еды, пойти в ресторан, поесть еды, это только декорируемая цель, да? Я даже слышал, как вы сказали, что найти человека сейчас для ресторана и так было всегда сложно работать. А теперь... Сотрудника? Сотрудника, да. А сейчас это и так было сложно, а сейчас это практически невозможно, потому что ресторан вдруг оказался нестабильным бизнесом. Ну, в связи с этими всеми ограничениями, да. И что дальше? То есть, может быть, это вынужденная мера уходить от людей? Или как вот быть так? Насколько все это... Зависит от того, насколько все это продлится. Я все-таки сторонник думать, что это... Ну, понятно, что там мир никогда не будет прежним, там и бла-бла-бла. Да, 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 да. Вот, но... Ценности, они останутся, да? То есть, в любом случае, ценности – это ценность человеческого общения, да? Ценность того, что люди любят социализироваться, да? То есть, люди любят себя показать, пообщаться. То есть, ну, да, можно закрыться навсегда дома и все делать через интернет. Ну, то есть, такой тоже возможный вариант. Ну, это доставка. Я говорю, вот, я, знаете, как... А с точки зрения, там, сотрудников, там, да, поиска, ну, да, сейчас стало сложнее. Но я считаю, что сейчас зато в ресторанном бизнесе работают люди, которые действительно этого хотят. И, возможно, произошел такой естественный отсев тех, кому эта профессия была, ну, не очень нужна, и ему все равно, где работать. Потому что в ресторане очень важно, чтобы человек был очень сильно мотивирован и очень сильно заинтересован в том, чтобы работать конкретно в ресторане. Потому что это очень сложный бизнес, да? Это нужно любить людей. Это не просто какие-то слова пустые. Это так, это факт. Если ты не любишь людей, ты не можешь работать в ресторане. Ну, потому что это ежедневное общение, ежедневное непосредственное соприкосновение с разными личностями, которых ты не знаешь, не знаешь, чего от них ждать. А есть такие люди, которые хотят вот работать в ресторане вот с таким настроем? Это как, ты смотри, вот какие ценности ты про сам, как собственник. Потому что мы такую классическую, почти утопическую историю построили, что останутся самые лучшие. Такой положительный отпор. Ну, потому что останутся самые лучшие, но вырастить же новое поколение все же не стоит на месте. Я, к тому же, я почему сказал, что как долго это все продлится? Потому что, конечно, можно зажимать этот бизнес до тех пор, пока он действительно не исчезнет. Ну, вот в том виде, в классическом, в котором мы его видим, да? Ну, просто, ну, а что? Ну, динозавры же вымрили, в конце концов, когда-то, да? Да, 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 да. Ну, вот, ну, могут вымрать там и рестораны в том виде. Останутся доставки, останутся там роботы, которые будут развозить там, ну, и что? Ну, как бы... Нет, ну, вот я скажу, в чем, например, проблема моя. Вот во многих ресторанах, в вашем это совершенно не так. Для тебя венчурный процесс, вот, когда к тебе придет официант, потому что ты не знаешь, что, как он будет делать, чего, что ты ему должен за это, какие чаевые... Масса неопределенностей. Это я вспоминаю такой маленький магазинчик, например, книжный, в котором ты заходишь, просто посмотреть книги. А тебе сразу подбегают, значит, говорить, а вот они хотят и то, они хотят и все, и ты первым делом начинаешь пятиться назад, к выходу. Вот, а ты хочешь прийти в какой-то большой книг, в букстор такой, там, сесть где-то в какое-то кресло. Тебя не трогали? Не трогали, взять книжки какие-то, взять кофе, пить, смотреть, потом пойти заплатить и уйти. Чем меньше контактов, тем лучше. Это никак не меняет историю с моим отношением к моему магазину, мне просто не нужны эти контакты. Вот, в принципе, может быть, и в ресторане тоже так будет. Приходишь, все расслаблено, атмосфера, но нет человека, и это плюс. Но вы говорите по-другому, что человек должен быть, и это будет хороший человек, и он сделает ваше пребывание лучше, чем если без него. Ну, я, да, я сторонник этого, такого принципа, потому что, ну, тут еще важный момент, да, это как обучить официанта. Официант должен быть, у нас они все это маленькие психологи, потому что ты считываешь человека, они умеют уже так делать, они считывают человека сразу. Он настроен на общение. Нужно ли ему там сейчас с ним пообщаться, предложить там и так далее. Бывает такое, что человек приходит очень хмурый, и ты как бы видишь, что, ну, как будто бы он не хочет общаться ни с кем. Просто хочет сделать заказ, поесть и уйти. Но пару ласковых слов, как бы, да, там, пару предложений, там, да, там, даже там просто стакан воды ему принесли, вот. И человек немножко сразу переключается, перенастраивается, потому что ты же не знаешь, после чего он пришел. Он же, там, он же пришел не потому что такой хмурый, потому что ему ресторан не нравится. Ну, значит, у него что-то было до этого, там, что-то происходило в его жизни, что-то такое, что сейчас вот, ну, как бы... То есть вы будете еще и психотерапевтом работать, по-своему делу? Ну, психологи немножко, да, но им это необходимо. Они обязаны быть такими, потому что, ну, считывать людей, считывать психотипы, считывать их настроение, там, да, как правильно к ним подойти, как правильно с ним пообщаться. Да, понятно, что есть стандарты общения определенные, но мы же людей на стандарты не можем поделить, там, да, они все индивидуальности, поэтому все гости, они все разные. Поэтому с одним так пообщаться, с другим так пообщаться, или, допустим, мы знаем, что какой-то официант умеет, вот какому-то официанту нужны вот такие вот определенные психотипы гостя. И конкретно прям администратор его направляет, менеджер его направляет к этому столу, да, или мы видим, что, там, вот такой психотип гостя, и к этому официанту, там, столу подойдет вот такой официант. То есть, ну, тут тоже очень важно этим всем управлять и жонглировать. Такой сценарий, да, дождливая осенью, там, зима, вечер, там, я иду, мне скучно, я немножко в депрессии, я вижу там прекрасные огоньки, куда-то захожу, встречает такая мягкая, теплая обстановка, музыка, и я что-то ем и пью. Да, но большая часть добавленной стоимости приходит из-за самой атмосферы. Правильно я понимаю идеальный сценарий такой? Или слишком утопические? Ну, для вас, если, грубо говоря, наверное, да. Но если это все разбирать, то, ну, это не совсем так. Есть, там, фудкост. Ну, понятно, да. Сухая себестоимость, там, составляется еще из продуктов, а дальше уже все это уже, там, как слоеный пирог. Ну, рентабельность сейчас ресторанов, там, ну, 5-10 процентов. 10 процентов уже, как бы, очень для больших фанатов, короче. Это уже, да, 10 процентов уже прям хорошо считается, да. То есть, а учитывая, что сейчас, ну, как бы, инфляция, растут зарплаты, но, к сожалению, или, ну, мы не поспеваем по ценовой политике за этими всеми, за этой всей инфляцией, там, за ростом цены, зарплат. Мы не можем, там, резко поднимать цены, потому что это погнет, там, наши гости. Смотрите, известный такой очень хороший тренд, который на Западе уже четко проявляется. Люди стараются либо сократить значение, либо вообще избавиться от домашней кухни. Дорого, и с точки зрения недвижимости очень дорого, особенно, если мы говорим о городах, где недвижимость высоко оценена, да. Плюс это уборка, ну, в общем, масса всяких проблем. И возникает сразу тема общепита. Но тема общепита, она реализуется в разных, да, моделях. Либо вот в случае, там, идти, вот, как я говорил, на огонек в классный ресторан, либо идти в какой-то, там, фастфуд, там, либо позвонить и заказать пиццу, и забраться в какое-нибудь кресло, и там сидеть телек, смотреть, есть эту пиццу. Вот, кто из, вот, в этой модели будущего вам главный, сделающий конкурент, ну, или вообще, можно сказать. Ну, если брать текущую, вот, сейчас, сегодняшний день, ну, да, домашняя кухня в Севастополе, это вне конкуренции. То есть, то, что приготовила жена дома. Это хорошо, что у вас жена, гендер сразу, а если жена скажет, извини, дорогой, я директор первой. Это, 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 как бы, это, это в культуре людей, то есть, здесь, если брать Севастополь, то здесь домашняя кухня, приготовленная женой на семью, она вне конкуренции, потому что это вкуснее, это дешевле, ну, я имею в виду, это так работает в голове, в сознании людей. Это самое главное, то, что этот стереотип не, ну, не пока еще долго-долго не будет. Долго, да. Потому что, может, уже половина населения не из города, все равно, они привозят, или они здесь заразные, это стереотипы. Я не знаю, где они, то есть, ну, да, ты вроде как идешь по городу, там, пробки, красиво одеты, но... То есть, ты ждешь этих людей, они светский образ жизни, и вы хотите сказать, что они приходят домой, и там, с вами, жена, которая, может быть, тоже там уже очень светская, ну-ка, быстро мне картошечкой сварез, все равно у тебя самое лучшее. Ну, я просто вот общаюсь, ну, там, со своими знакомыми, там, моего, примерно, возраста и старше, да, то есть, там, 70-х годов рождения. Ресторан, ну, как бы, че, зачем, ну, зачем мне ресторан, ну, да, я в жену приглашу, раз в год, там, на годовщину, например, сделаю, принят, приятно, да. То есть, это вы, как раньше, с оркестром, десятку там бросаете. Ну, зачем мне ресторан, я, как бы, ну, у меня жена отлично дома готовит, как бы, я приду дома. Да действительно, зачем ресторан, если есть жена, правда, бесплатная домработница? Ну, ну, отчасти это тоже, наверное, ну, и... Да нету такого просто у людей в голове, что ресторан, это, как бы, повседневная необходимость, хотя, я считаю, что это иллюзия, что, ну, питаться в ресторане часто, это дешевле, чем, ой, это дороже, чем дома. Конечно, иллюзия, с учетом того, сколько у вас уходит ресурсов, там, на этот самый... То есть, я знаю, что, там, ну, по себе знаю, да, чтобы это, там, дома приготовить, потому что я сам тоже готовлю, моя женой, и она готовит, ну, она больше, конечно, там, гомантики готовит, но и я тоже готовлю. Ну, то есть, это пойти, там, на рынок, это потратить полдня на рынке, и полдня поехать, парковаться, там, высказывать. Полдня, это мне приготовить один ужин, там, на друзей, например, да. Еще больше съешь, чем обычно. Это в конце дня, там, да, как бы, и плюс еще такой джжжж, и посуду еще, там, да, надо перемыть, там, убрать все, как бы, и... Ну, то есть, это с точки зрения затрат личного ресурса, плюс денег, плюс транспорт, это выходит гораздо дороже. Даже просто, ну, там, приготовить кастрюлю борща, да, ты будешь ее есть, там, несколько дней, например. Ну, кастрюлю борща, там, да, на два дня, окей. Хорошо, окей. там суточный там щит это ну то есть тоже люди то считают голове только продукты которые они купили ну да это не считает свой свой личный труд а это очень важно то что нас советское времени мне приучили у нас труд стоит 0 так же как и продукты у нас вся жизнь стоила 0 и поэтому почему мы удивляемся люди там возмущаются что хлеб современных пекарник стоит там 100 рублей буханка как-то учет вас копеек вот туда ли человек ты приготовь эту буханку я я дома пику хлеб ну просто покупаю муку и в обычной духовке пику хлеб мне просто это нравится просто кайф и ну вот я считал мне там ну вот себестоимость там только себестоимость выходит я бы за эту буханку взял бы не не даже не стоя взял бы 300 рублей за эту буханку если бы я ее решил продать допустим понятно крафтер а то лучше это лучшие тысячи вообще то есть ну как бы потому что это там это как минимум сутки времени занимает там данная производством 1 там одного хлеба ну ладно домашней кухне понятно а доставка но доставка доставка это очень хороший сервис это я считаю что это людей те кто пользуется доставки это наша тоже цвет потенциальная целевая аудитория потому что эти люди хотя бы привыкшие есть ну то есть ресторан доставки ты тоже ресторан ну это очень хороший сервис то есть доставка не забывает не дает людям забыть о том что существует и рестораны это не конкуренты существа мы все конкуренты да то есть то что и мы работаем в одном как бы поле общепита да то есть это но это хорошая конкуренция говорю считаю что там доставка это какое-то зло я считаю что как раз по принципу того чтобы люди заказывая еду из ресторана доставки не забывают о том что существует обычный ресторан и в конце концов на там пусть он три дня в неделю заказа доставку в субботу он пойдет и в пятницу пойдет ресторан обычно а вот еще такой момент когда сейчас ну приезжает много людей новых немножко затрагивали до кем приезжают и нет обживаются они приносят в город свои какие-то нравы или они адаптируются к местным то есть вы это чувствуете как-то ну каждый человек который переезжает в севастополь мне кажется там особенно из больших городов думать что он что-то здесь изменит я не считаю что это плохо потому что это свежая энергия свежая кровь и для города это это польза другое дело что с какой мотивации с какой мыслью там люди это но он приходит по в ресторан ко мне в ресторан придут но я особенно не чувствуется честно какой-то вот мы видим да что это там приезжие или видим увидим что-то переехавшие люди это читается как они сами начнут рассказывать да просто если они там им нравится все и они допустим конкретно там наших ресторанах да они при приходят и они видят что-то знакомое потому что мы ну да так получилось что мы свои рестораны строили под там турист туристов первую очередь да чтобы люди приехавшие как гости в наш город или на переехали они чувствовали себя как дома ну то есть вот они что то видели в этих ресторанах то что они там привыкли к чему-то там там у себя возможно это не всегда понятно там для местных есть и но вот там приезжие они это считывают не все заходит не все нравится ну как бы это окей по наехавшие скажем так это если такой портрет взять по наехавшие они приходят там с с маком пообедают и целый день могут сидеть там попивая чаек и кофе это люди которые здесь работают ну видно что этот человек точно здесь не в отпуске ну скорее всего да человек не в отпуске то есть скорее всего он здесь по контракту либо переехал и работает на удаленке так чаще всего бывает вот я имею ввиду что эта категория там возрастная там тут там 25-35 примерно вот так ну а туристов их видно они как правило там пара парами приходят они очень такие по глазам это видно широко открытые глаза такие удивленные а запросы выросли вот в результате такого появления ну такого были просто гостей да да конечно гость вырос и и севастопольский гость вырос в хорошем смысле слова да то есть у людей появилась кругозор насмотренность они пробуют они не боятся ну то есть я даже сужу это просто по тем блюдам продуктам которые мы там вводим да там ну просто элементарно даже взять устрицы на устрицы превратились но это очень это очень прям маркер такой хорошее потому что вот людей которые боятся их они приходят и просят устрицы ну не за прошлый сезон наелся устрицы больше всего за предыдущую жизнь просто потому что все мои знакомые гости постоянно ели устрицы да это такой продукт и сырой сырой морепродукт до заглотить ну то есть это очередной так ну такой определенный вызов определенное испытание людей гастрономическое вот и просто я вижу что если раньше там три года назад типа что устрицы когда я большой опаской там но не-не-не-не то есть ну конкретно приходили знатоки которые уже в теме давно как бы они там там поели усис там поели там во франции там в турции ну да то есть они уже это тоже продукт азии вот а здесь прям приходишь причем и поэтому видны там пожилые люди которые самые такие консервативно настроены как правило там дано там к еде вот вот я сижу вот поэтому запросы по сервису люди уже ну скажем так привыкли к душевному отношению да они ничего не требуют они как правило люди очень скромно максимально себя ведут и ну даже там добиться какой-то обратной связи это прям ну это такое приходится усилие делать вот они очень благодарны то есть они это оценивают уже в конце визита то есть они либо пишут об этом либо сразу об этом говорят но это же там не проявляется в том что там наши официанты там кланяются там да но то есть не как бы нет такого мы этому не учим там какого-то заискивание там гостем и так далее это убедите себя как бы с человеком нормальный как с человеком так тебе пришел гость мы проявляем первую очередь гостеприимство и уважение к этому человеку не но неважно с кем настроение к нам пришел и так далее да если ну если гость там не перед тоже там не переходит какие-то границы там приличие и так далее вот и и и в конце концов если так с гостями ты работаешь таким образом что они чувствуют себя во-первых как будто вот после после визита чувствует вот короче вот наш гость должен чувствовать себя после визита в ресторан как будто его обняли понимаете вот в таком смысле в таком контексте то есть мы же допустим вот открываем ресторан да мы же его там строим делаем интерьер набираем команду проготавливаем меню и открываем двери да мы же сами приглашаем этих гостей мы же не гости же там навязываются к нам да мы сами приглашаем это как я сравниваю всегда с тем что ты приглашай к себе домой лично гостей вот друзей да ты такой зовешь гостей там типа серега приходите ко мне сегодня там я вас угощу пивка там да там вот серега берет друзей вы их приходите домой там стучится в дверь ты открываешь такой так выходи проходи проходи там типа да ну садись как усаживайся за стол такой часа подойду ребят посидите здесь пока уходишь на полчаса возвращаешь ночи ребяту решили что будете чем вы учебу ищи заниматься ну то есть понимаем какая будет реакция у твоих друзей которые ты сам лишь пригласил к себе домой вот собственно говоря этому мы и учим да то есть гостепинивство должно работать с порога потому что эти гости даже если мои друзья не просто подумаешь какой-то чокнутый ненормальный как бы да сам же позвал и сам как бы типа слился вообще да как бы да там мы не общаемся мы не я им я ничего не предлагаю там да я предлагаю я же обещал там до угостить там чем-нибудь дам какой-то там будет общение развлечения там и так далее ничего этого нет типа ребят оставила как бы самим собой на там наедине как бы до вернулся ну чё как это время провели отлично ну чё давайте там следующий раз увидимся встретимся у меня же там до следующий раз приходите они такие мне не придем чувак у тебя здесь как-то странно ты как бы то же самое в ресторане также работает да мы открываем двери да и в первую очередь что чем мы должны встречать наши гостей во-первых улыбкой ну то есть мы встречаем улыбка это то что должно быть ну просто вот как бы не на уровне там вымученной такой эмоциях да на уровне просто вот уже такого осознание того что тебе лично пришли эти гости к тебе потому что ты их сам позвал к себе ты их ждал ты их привел к себе и ты должен сделать так чтобы они почувствовали себя как ну как будто вот их обняли я вот к этому понимаете вот этому нам она учим наших ребят на мы создали концепцию наших ценностей да что все должно делаться с любовью хорошо а кого ждете через несколько лет себя в гостях кто будет эти люди я думаю что будут те же те же туристы берут будут те же но если мы не поменяем что-то кардинально нашей концепции не придумываем там что-то новое переделываем ресторан там очередной раз то собственно говоря вот мы сидим в нашем ресторане momo который работает там в новом виде там с 15 года как семейный ресторан вот я думаю что мы этих же этих же взрослых самостоятельных образованных которые любят искусство людей мы также и хотим здесь видеть кстати почему название momo это перевод с японского персик персик это крымский продукт на японском изображении а ну потому что у нас такая есть мотивы азиатской кухни в меня вот у нас есть там соусы и роллы там сырая рыба и так далее то есть это вот здесь присутствует но определенный минимализм в интерьере то есть но нам нравится вообще эта культура она нам близка и как бы и в слове в названии идет перекличка с местным продуктом хорошо я думаю что у вас все будет нормально мне на мне кажется что вы как-то умеете адаптироваться это самая главная способность бизнеса но этом деваться некуда да спасибо вам большое спасибо мы с вами были в ресторане momo и мы говорили не столько ресторане momo сколько глобальном видении того как будет происходить и я надеюсь что это первое наш разговор из этой серии мы продолжим я думаю что общепит для всех нас это и часть жизни и невозможно часть бизнеса и часть занятости поэтому подписывайтесь на наш канал следите за новостями мы всегда с вами спасибо